День Города День Города Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь учат в школе прекрасные учителя. Наверняка у каждого были любимые преподаватели и предметы, которые изучались с особым рвением. И в этом целиком и полностью была заслуга учителя. Особенно это важно для молодых преподавателей. А тех, кто справляется с этой задачей на ура, отмечают особым образом. В пятницу, 20 октября, на базе школы номер 39 прошло закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», а также награждение участников и победителей. Мы позавчера с Викторией Алексеевной Филипповой, с народным учителем, рассуждали, а где может состояться учитель, в какой сфере. И пришли к выводу в любой. Учитель может все. Потому что он ответственный, умный, собранный. Дорогие ребята, вы, конечно, можете состояться в любой сфере. Но как же хочется, чтобы вы остались в профессии. Победителем конкурса стала Шамонова Анастасия, учитель русского языка и литературы лицея номер 4. В ходе церемонии награждения также были вручены специальные призы от Рязанской городской думы, администрации города, Министерства образования и молодежной политики. Лауреатам и победителям вручены дипломы и денежные премии. Этот конкурс необыкновенный. Конкурс 2017 года. Потому что сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сколько я слежу внимательно и вижу, сколько талантливых молодых людей не только в нашей стране, но и во всем мире. За вами будущее. И конкурс «Педагогический дебют на Рязанской земле» – это пусть маленькая частица, но она достаточно весомая. Весомая в нашем образовательном пространстве. Жюри отметила хорошую организацию конкурса, рост профессионализма педагогов, участвующих в нем, а также важность подобных мероприятий для развития системы образования в целом. У восьми педагогов есть шанс принять участие в региональном и всероссийском этапе конкурса, который пройдет в этом году, где они смогут достойно представить Рязань. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 20 октября вступает в силу новый административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников госавтоинспекции. О нововведениях и спорных моментах расскажет наш корреспондент Галина Ершова. Торможу, где хочу. В новой редакции административного регламента сотрудникам ГАИ разрешено останавливать водителей для проверки документов вне стационарного поста ДПС. Это связано с тем, что по данным полиции, за последние годы втрое сократилось число постов ДПС, а вот количество нарушителей выросло. К имеющимся ранее основаниям для остановки сотрудникам автомобиля вне стационарного поста ДПС, выявлению факта нарушения водителям ПДД, наличии ориентировки о причастности транспортного средства к совершению правонарушения, необходимости опроса водителя или его привлечения в качестве понятого, для оказания помощи необходимости использования транспортного средства и при приведении специальных профилактических и иных мероприятий, добавилось основания в части, касающиеся проверки документов, которые ранее могли применять только на стационарном посту ДПС. Лишиться прав на месте ДТП теперь нельзя. Водители дают трехдневный срок, чтобы самостоятельно сдать документы в подразделение ГИБДД. Сотрудников ГАИ по-прежнему можно снимать на фото и видео. Несмотря на то, что соответствующий пункт убрали из регламента, по закону, что не запрещено, то разрешено. Инспектор не имеет права препятствовать видеосъемке, кроме исключительных случаев. Ограничение такого права возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дел об административных правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. Сам инспектор также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон. Проверять документы теперь смогут не только у водителей, но и у их пассажиров. А справки о ДТП выдавать не будут. Сведения, которые в них содержались, о транспортных средствах, их повреждениях, строковых полисах ОСАГО и участниках ДТП, сотрудники автоинспекции будут вносить в первичные процессуальные документы, протоколы и определения. Также новой нормой дополнены положения об освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения. Теперь, если вы прошли проверку на посту ДПС, но алкоголя в крови обнаружено не было, и оснований для направления на медицинское освидетельствование тоже нет, сотрудник ГАИ должен проводить вас обратно к автомобилю или месту задержания. Часть изменений носит и чисто технический характер. Теперь инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного. Прописана процедура оформления ДТП без участия поднятых, которая также действует с 2014 года. Также активно обсуждалась возможность скрытого патрулирования, однако автомобиль инспектора по-прежнему должен быть хорошо виден на дороге. Правда, из этого правила есть исключения. В случае аварийного участка дороги или в месте переломного рельефа, а также в условиях участка трассы с интенсивным скоростным движением, инспекторы ДПС имеют право расположить патрульный автомобиль так, чтобы не допустить аварии. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Уже более недели на пересечении улиц Островского и Черновицкой не работает светофор. Ситуации, в которых водители могут обойтись без него и поделить дорогу, встречаются каждый день. Однако в этом месте рязанцам теперь необходимо быть особенно внимательными. Когда светофор заработает, неизвестно. И в то же время неподалеку от этого перекрестка располагаются сразу две школы. В течение недели автомобилисты с небольшим опытом вождения стараются объезжать стороной перекресток улиц Островского и Черновицкой. А родители боятся отпускать своих детей в близлежащие школы. Светофор здесь не работает, несмотря на жалобы во всевозможные инстанции местных жителей. А переходить дорогу по зебре, как выяснилось, не всегда безопасно. Шикарно. Сейчас половина первого, машин не очень много, но, как видите, перейти дорогу все равно довольно сложно. А вот утром, когда автолюбители спешат на работу, пересечь этот перекресток практически невозможно. Утром невозможно ходить. Да, я уже куда-то не звонила. Плохо нам, потому что с детьми каждый день ходим не по одному разу. Ходим плохо. Нам нужно обязательно. Чтобы быстрее, перекресток страшный. Даже при рабочем светофоре бывают аварии. Как тут проходить, здесь такой перекресток. И школьников сколько. Там школа, там сады. Там вообще ужасно, конечно. Водителям тоже приходится не сладко. Ведь если ехать не по главной дороге, да к тому же пытаться повернуть налево, в час пик простоять здесь можно довольно долго. Жители уже обращались в ГИБДД, в полицию и получали следующие ответы. Я позвонил в полицию. Говорю, господин полицейский, кто-то что-то собирается делать с вот этим вот светофором? Говорят, вы знаете, у нас нет финансирования. И обращайтесь в организацию, которая занимается обслуживанием этих светофоров. Но они вам тоже ничего там дельного не ответят. Действительно, как нам удалось выяснить, к починке светофором можно было бы приступить уже сегодня. Однако денег на соответствующие ремонтные работы из управления благоустройства пока не поступало. Мы передали жалобы жителей в администрацию города, где нам обещали посодействовать в скорейшем разрешении данной ситуации. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанском регионе продолжают проходить учения МЧС. На этот раз вновь были отработаны основные мероприятия, направленные на тушение пожара при его возникновении на природе. Ведь все мы помним пожары 2010 года и понимаем, насколько важно уметь взаимодействовать и организованно работать при таких проблемах. На этот раз импровизированный пожар произошел в Кадами. Целью масштабных учений сводной мобильной группировки являлась отработка взаимодействия при тушении природных пожаров между сопредельными подразделениями, в которые входят подразделения Кадамского, Петелинского, Ермишинского, Сасовского, Касимовского и Шацкого районов. Тренировка прошла в штатном режиме. Все участники тушения показали свою подготовленность. В учениях было задействовано 57 человек и 22 единицы техники. Многие рязанцы 20 октября с утра были удивлены. Рано утром еще на темном небе они обнаружили зарево. Яркое красное пятно, как позже выяснилось, вызванное ничем иным, как пожаром. Оказалось, в Луховицком районе Подмосковья у населенного пункта Красная пойма произошел прорыв газопровода, после чего начался пожар. Огненный фонтан достигал 20 метров в высоту. К настоящему моменту пожар на газопроводе в Подмосковье потушен. Сообщение о возгорании на газопроводе поступило в Центр управления кризисных ситуаций областного МЧС в 6.25 утра. Стоит отметить, что, несмотря на всю очевидность чрезвычайной ситуации, никто не пострадал. Единый портал государственных и муниципальных услуг создан с целью упрощения процедуры получения различного вида государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Российской Федерации, в том числе Федеральной налоговой службы. Регистрация на портале госуслуг позволяет, не выходя из дома, получить различные государственные и муниципальные услуги в единой точке доступа. Обо всех инновациях расскажет Валерий Седов. В наше время компьютер уже не роскошь, а жизненная необходимость. Практически не существует дел, которые нельзя было бы решить с его помощью. Компьютер может помочь и с бюрократическими проблемами. Так, например, можно оплатить госпошлину, не выходя из дома, да к тому же получить заметную скидку. Через ресурс государственных услуг можно зайти в личный кабинет, проверить свою задолженность по налогам, узнать свой ННН, подать налоговую декларацию, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и так далее. В личном кабинете портала Госуслуг хранится вся информация по заказным услугам, обращениям, платежам. А также можно настроить уведомления, следить за ходом рассмотрения заявлений и статусом платежей. Сейчас появилась новая госуслуга, которая оказывается инвалидом. Выдача паспорта на дому. Среди населения города Рязани проживает немало граждан с ограниченными возможностями, которые не всегда самостоятельно могут обратиться в подразделения по вопросу миграции, заказанием государственных услуг по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, а также постановки и снятия с регистрационного учета. В связи с этим, среди оказываемых нами государственных услуг предусмотрен выезд на дом с последующим принятием документов, их оформлением и выдачей владельцу. Так, сотрудниками отделения по вопросу миграции в кратчайшие сроки был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации Антошиной Татьяне 1930 года рождения. Свой прошлый паспорт она потеряла, и ей вручили новый. При этом женщина не приложила никаких усилий. Желаем вам здоровья. Больше паспорт старайтесь не терять. И это не единственная инновация. В 2018 году портал Госуслуг перейдет на идентификацию по голосу. На международном форуме открытой инновацией об этом рассказал заместитель министра связи Российской Федерации Алексей Козырев. Он пояснил, что в следующем году полноценно заработает сервис биометрической самоидентификации, который сможет распознавать человека по лицу и голосу в системе оказания государственных услуг Российской Федерации. «Щит и перо». Конкурс представителей СМИ, которые освещают работу полиции, подошел к концу. Сразу двое журналистов нашей телекомпании стали лауреатами и получили высокие награды из рук временно исполняющего обязанности руководителя УМВД России Призанской области. Диплом первой степени получила и Марина Комиссарова, которая продолжит выпуск. В пятницу 20 октября подвели итоги конкурса «Служба-02», приуроченного к столетию милиции. До празднования вековой деятельности ведомства еще остается время, но журналисты, способствующие созданию положительного образа полицейских в сознании общества, уже награждены. И среди награжденных Марина Комиссарова и Анна Герцовская. Журналисты нашей телекомпании регулярно создают материалы о работе правоохранительных органов, с интересом участвуют в круглых столах и конференциях, стараются проникнуть в самую суть службы и не только следовать информационным сюжетам и выдавать криминальные хроники. Именно такое взаимодействие и стало основой крепкого сотрудничества нашей телекомпании с ОМВД России по Рязанской области. Начиналось с публикации в газетах, больше информационного характера, сводки различные наши публиковались. В текущем году, например, уже более 10 тысяч публикаций в средствах массовой информации и сети интернет, было, ну, нашли тысяча выступлений на радио и положительный импульс, конечно, до проведения совместного заседания коллеги управления и общественного совета в мае текущего года, где вот это было принято решение о проведении конкурса службы 0-2. 14 сентября мы на заседании общественного совета в итоге этого конкурса и благодаря вашему активному участию достаточно интересно получиться. Наша телекомпания, в свою очередь, выразила благодарность специалисту экспертно-криминалистического центра ОМВД, к которому мы не раз обращались за помощью восстановить утраченные или поврежденные файлы, а также реставрировать письма военных лет. Все оказалось по плечу полицейским, которые с готовностью откликнулись на наше обращение. Сотрудничество СМИ и полиция – одна из прекрасных тенденций последних лет. Это шаг и со стороны руководства ОМВД, в первую очередь, и общественного совета при ОМВД. И проводились и встречи за круглым столом с руководителями отделений, решено эти встречи продолжить. И мы встречались со студентами. То есть вот это взаимодействие по разным направлениям, оно растет, укрепляется и идет только на пользу. Областной конкурс завершен. Впереди немало интересных работ, в том числе в тесном взаимодействии с полицейскими. Смотрите наши материалы, а мы будем стараться делать интересные и живые репортажи. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Городские медицинские учреждения можно узнать с первого взгляда. Традиционный крест или сосуд со змеей давно стали привычными для рязанцев. Однако Алексей Стрельников предложил свое видение современной медицины. Подробности далее. Медицина с первого взгляда. Рязанский дизайнер разработал фирменное оформление для больницы номер 11, которая находится в Дашковой песочне. Автор сам приписан к этому медицинскому учреждению и считает, что оно должно идти в ногу со временем. Обшарпанные стены, коридоры, из которых хотелось просто уйти из очередей. Ну, как большинство людей думают. Полечусь дома. Вот не должно быть такого. У больницы заслуживает хорошего, хорошей идентики, хорошего имиджа. Тем более такая крупная. В визуальную часть концепции, которую разработал Алексей Стрельников, вошли логотип, оформление документации и элементов интерьера, а также реконструкция входной группы здания и разметка транспорта. В основу лег устоявшийся символ медицины. Важно понимать, что это символы, которые будут работать в века. Крест – символ медицины. И оригинальная находка была то, что получилось совместить цифру 11 и крест. Вот это и легло в основу логотипа, из которого выстроился фирменный стиль. Больше всего времени, конечно, у дизайнера ушло на первоначальный этап разработки, когда идеи в голове нужно превратить в тот самый, единственно верный эскиз. Как правило, я не удовлетворен. Очень долго бываю, пока не нащупаю какую-то идею. Да, около, не знаю, 50-70 эскизов может быть от руки, которые потом… Что-то из этого получается. Еще два месяца понадобилось молодому человеку на доведение эскиза до готового продукта, а также тестирование его в боевых условиях. Правда, пока увидеть новый логотип можно лишь на фотографиях. Заинтересуют ли инициативы рязанцы городские власти, узнаем совсем скоро. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В народе говорят, что с 20 октября начинается зима, хотя на календаре все еще осень. Дни становятся короткими, ночи длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки. Однако, вряд ли это пугает жителей нашего города. Ведь нынешняя осень не первую неделю радует золотыми листопадами, солнечными днями и великолепными пейзажами. А о том, что готовит нам погода и природа в ближайшие дни, расскажем прямо сейчас. Если снег выпадет 20 октября, жди раннюю зиму. Снег выпал, но на деревьях еще осталось листва, примета того, что зимние дни еще далеко. Снег выпал 20 октября, зима наступит через 30 дней. Снег выпадет на мокрую землю, значит, будет лежать там долго и наоборот. Если человек родился 20 октября, его талисманом является алмаз. Если 20 октября хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель. Луна мутная и бледная, по приметам начнется снег с морозом в ближайшее время. Так заметили наши предки приметы, связанные с днем 20 октября. В церкви же 20 октября посчитается как память преподобного Сергия Печерского, который жил в 13 веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли. Сергий полностью покорился своему настоятелю, поэтому и получил прозвище «послушливый». Кроме того, этот день является 293-м в Гаигрянском календаре, а до Нового года остается 72 дня. Кроме прочего, сегодня отмечается Международный день повара. Эту дату масштабно празднуют более чем в 70 странах мира. В этот день, в 1880 году, на Цветном бульваре открылся Московский цирк, который сегодня является одним из старейших цирков России. 20 октября 1953 года в США увидел свет знаменитый роман Ре Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». А в 1955 году в этот день была опубликована книга «Возвращение короля. Последняя часть Властелина колец». 20 октября 1964 года прошлого века Роллинстоун сдали первый концерт в Париже. В результате беспорядков, которые возникли во время выступления, было арестовано 150 человек. А в Советском Союзе в 1970 году 20 октября состоялся первый розыгрыш легендарной лотереи «Спорт Лото». Сегодня же, 20 октября, в России отмечают День военного связиста. Автомобили давно стали неотъемлемой частью жизни горожан. Соответственно, привычные почти автоматические действия, такие как мойка, техосмотр, заправка топливом, стали такими же обязательными действиями для людей, как завтрак или утренний душ. Но среди массы заправочных станций каждый автолюбитель все же стремится выбрать то, что предлагает наиболее качественные услуги и комфорт. Именно такой АЗС стала для нашего города заправка «Шелл». Автомобилисты знают, что качественное топливо способно продлить срок службы двигателя. А это сердце вашей машины. Во всем мире сеть автозаправочных станций «Шелл» стала олицетворением качественного топлива, безупречного сервиса и прекрасного обслуживания клиентов. За один год под брендом «Шелл» в Рязани открыты уже пять АЗС. Топливо «Шелл» в России идентично топливу, реализуем на АЗС «Шелл» по всему миру. Мы контролируем каждый этап транспортировки топлива. В этом нам помогает сердце сырная независимая лаборатория, которая проводит анализ проб, получая на всех этапах транспортировки и хранения. Нашей особой гордостью является топливо «Шелл Випауэр». В июне этого года мы перезапустили топливо «Шелл Випауэр». В нем примена новая улучшенная формула, которая очищает и способствует увеличению мощности уже после первой заправки. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей формулой, новый улучшенный бензин «Шелл Випауэр» содержит на 25% больше модификаторов трения, которые влияют на сокращение трения между контактирующими деталями двигателя. Это способствует повышению топливной экономичности. Сегодня в этом может убедиться каждый рязанец. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55-90-50 Глобал Сервис. 55-90-50 Продолжение следует...